В России может появиться новая оппозиционная партия. Ее намерены создать известные в Москве политики, сторонники левой идеи. Оргкомитет новой объединенной коммунистической партии уже зарегистрирован в Минюсте. Тем не менее, один из инициаторов создания партии и ее идеолог Анатолий Баранов не исключает, что государство с регистрацией партии торопиться не будет и готово бороться с реальной оппозицией, несмотря на все обещания либерализации. У меня такое вот нехорошее чувство, что у нас, конечно, проблемы будут. Я думаю, регистрация партии будет иметь проблемы. Тут можно кому-то действительно помешать. В настоящее время в России есть одна коммунистическая партия, законная с точки зрения властей. Она представлена в Госдуме, а ее лидер Геннадий Зюганов, по мнению Баранова, и вовсе считает себя государственным чиновником. О том, что власти готовы всерьез бороться с реальными левами, говорит, по мнению Баранова, ход событий 7 ноября. Еще на стадии подготовки к уличным акциям организаторы получили предупреждение от прокуратуры. Правда, ознакомиться с ним оказалось невозможно. Предостережение прокуратуры было объявлено там нескольким гражданам, но никто же его не получил. Мы узнали о предостережении прокуратуры с ленты новостей ТАРТАС, РИА Новости, Интерфакса, а саму бумагу-то я до сих пор не видел. Левые не прислушались к советам прокуроров. Итог – 32 задержанных, несколько повесток в суд и освобождение из КПЗ под расписку. По мнению уличных коммунистов, власти просто боятся разрешать деятельность любых оппозиционных сил. Проведение массовых мероприятий носит не разрешительный характер, а уведомительный характер. Тем не менее, властями вообще всех уровней старательно, так сказать, все это приводится в форму разрешительную. Избирательность власти в разрешениях на проведение уличных акций давно стала очевидной. За три дня до пресеченных шествий коммунистов чиновники дали добро нациалистическим демонстрациям, никак не мешая проведению русского марша. Русский марш им ближе, а празднование годовщины Великой Октябрьской социалистической революции для них совершенно чужое. Если то мероприятие, с ним как-то можно мириться, то с мероприятием, которое напоминает о нашей великой истории, мириться нельзя никак. Угроза фашизма для них не угроза, для них это выход, на самом деле, вполне благоприятный выход для сохранения их власти. Выбор Кремля, по мнению участников левого движения, вполне очевиден. Ему нужна оппозиция, не обладающая четкой политической альтернативой нынешнему режиму. А общественные интересы остаются за пределами этой логики.